Месяц рождественский У нас в гостях сегодня Владимир Натанович Винокур Владимир Натанович, здравствуйте, дорогой мой С праздниками вас, со всеми праздниками Вы, смотрите, вы в красном свитере Вы рождественский, вы новогодний Вы праздничный Что мы сегодня, смотрите, у нас какая-то странная кухня У нас и бананы, и арбузы И клубника, и крышка Я всегда, когда с тобой рядом стою Хорошо, спасибо Чувство унижения такое Почему? Ты веришь, что я еще вырасту Я верю, вы в моих глазах растете все время Кстати говоря, да Потому что есть люди выше меня Ну вы знаете, что У нас же в шоу-бизнесе есть несколько человек, которые растут Продолжают расти, несмотря на то, что уже вышли Из 25-летнего возраста Да, да, и Колька сейчас, Басков На сантиметр вырос Он на сантиметр вырос, но потом уходит Сантиметр куда-то Конечно, в голос В голос уходит сантиметр, и голос становится чуть длиннее Чем у Филиппа Филипп растет по 6 сантиметров в год Ну это зависть Ну да, это конечно, о чем мы говорим Мы с вами так можем, про кого хочешь так рассказать Красота А давайте мы поздравим и Филиппа, и Николая С удовольствием Со всеми праздниками Они очень хорошие артисты Они просто хорошие ребята Для начала Да, кстати говоря, да Значит, что мы сегодня Владимир Анатольевич готовим Рождественское блюдо Хотелось бы Кстати говоря, да Хотелось бы с вами поговорить Вот вы сегодня вышли с утра с двуствольным ружьем Традиционно Из дома И вот, пожалуйста, друзья Гусь пролетал в небе Жалко, конечно, плакал Но Ну да Стрелил Ну что мы с ним делаем Потому что традиционно Сам понимаешь Что с гусем Связано Яблоки Чернослив Да Вот Как ни странно Чеснок Вот И, конечно, мед Давайте я, Саша, позволю Я тогда пока Ну, гусь пока Слушайте, что Он у нас уже готовый То есть Все у нас Для того, чтобы все туда помещать Вот этот гусь жирный Да Готовится он долго Я прошу вас, Владимир Анатольевич Расскажите А вот из тех блюд, которые Ну, как бы являются такой кухней Праздничной, раздельской Знаете, вот, допустим, в Америке День Благодарения Там индейки едят Тоже гигантского размера Гораздо больше, чем Чем вот Чем вот наши гуси Вот вы Вы любите вот такую вот еду Вот именно, которая Предназначена каким-то Специальным праздником Да, я люблю фаршированную рыбу Ну да Так, а мы Скажите, а грызочки мы А грызочки мы убираем Потому что обязательно Чернуху срезаем Потому что Вы сами понимаете Вот, это нормально Да Это нормально Обрезаем Так вот Ну все, убираем Да, не нужно Хорошо Вот, ну то есть Гуси и Гусь свиньей не товарищ Гусь свиньей не товарищ Скажите, как вы Вот это мой недостаток Что всегда смех И это вызывает, конечно Обратную реакцию У некоторых Недоброжелатель Но В принципе, я хочу сказать Что Новый год для меня Всегда один праздник Как для меня Как для моей семьи Потому что У мамы день рождения Первого числа Мама День рождения То есть первого Она первая У нее день рождения Я сейчас Уже не юбилей Потому что юбилей В прошлом году Девяносто Да Сейчас Девяносто Один год Один год Немеренно Сейчас аплодирую Да Анна Юльевна Моя учительница Она учила меня Русскому языку И литературе Так А сколько нам нужно яблок Ну хватит ли На такое количество Нам хватит Хватит Я думаю, что Это съедим Так Владимир Наташ Тут возникает вопрос Кто будет Как говорится Непосредственно Так Подождите Так Вот туда Мы помещаем Ваня У тебя тоньше руки Ты моложе Возьми сразу Начни с чернослива Чернослив Яблочко Чернослив Яблочко Чернослив Яблочко Чернослив Яблочко И порога Она Давление понижает Вы думаете Чтобы Чтобы у гуся Чтобы не было Высокого И я чуть-чуть Вот так Рубану Потому что Вот пожалуйста Давайте Хорошо Так Вот Яблочки Так И Нужно Знаешь что Сделать Чеснок Не Мы его Не будем Мять А вот Целиком Ну Четыре головки Ставь туда Потому что Вот Как в плове Помнишь Чеснок Когда он Такой Чуть-чуть Зажаренный Да Очень классно Печеный 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 Чеснок Я люблю Плове Не мясо А печеный А вот А вы любите плов Да? Люблю А вы какой любите Узбекский Или бакинский? Я люблю И узбекский И бакинский Потому что Они совершенно разные Узбекский Плов Он такой Жирный Мясо Плов Вот Чеснок Душистый Его можно Как По-настоящему Плов едят рукой Да Вот Собирают И Там есть даже традиция Такая Говорит Когда тебя кормят Да Гостю говорят Откройте Кормят Это Высшее уважение А потом Когда у него Полный рот Говорят Как тебя зовут И он Скажет Чтобы слышно было И поэтому Многие думают В Узбекистане Что большинство Русских людей Зовут Рудольф Да И так вышло Да Потому что Легче сказать Как тебя зовут Иван И поэтому Всех Назвали Лучших ребят Иванами Иван Потому что Если бы сказал Рудольф Рудольф Непонятно Мы Курагу Курагу А что нам мешает Кстати говоря Да И вот Нашпигованный Уже гусь Я думаю Что такого Еще не появились Я Знаете Я его И чуть-чуть Вот если можно Прям метку залить Ложечку Да Кстати Можно все Хорошо Если какие-то Все нормально Так Ну что Нет Подождите Знаете Так По-моему У нас гусь Начинает Расходиться Давайте-ка я Вот так Мы сделаем Все А может быть зашить У нас есть зубочистки Вот И давайте Его Его немножечко Чуть-чуть Чтобы В принципе Это кстати Даже и не обязательно Но Но В принципе И можно Смотрите Раз Да Да Вот так Смотрите Сейчас Вот так А вы Кстати У вас Был вопрос Вообще Кем становиться Вы Были Был конечно Потому что Как все дети Я собирался стать Конечно Гагарином Космос Военным Я вырос Во дворе Ну говорили Это говорит Артист Да Это всегда Как оскорбление Вот Ну а в принципе Потом оказалось Вот Карьера была Молниеносная Потому что Я Я значит Когда мутация Голоса началась И мне сказали Не петь временно Мама меня взяла За руку И повела Во дворец пионеров В драматический кружок В драматическом Были Новогодние елки И меня поздно Привели И там Осталось Немного ролей Значит А помнишь Вот Когда Вот Осел Или лошадь Там передняя часть Есть Попона И задняя Есть часть Которая Легация Там все Вот мне у вас Досталась задняя часть Ну это было Почетно Первая роль Такая все Но зато Уже в январе Читка была Но Новая пьеса Которую На предыдущую читку Вы соглашали как задняя часть Нет уже нет Я глухонемым был Потому что Задняя часть Я мог только Вот А вторая роль Моя сразу Была Красный девалят Я играл Буденного Ничего себе Скачок От задней Скачок До Маршал Вот И удалось Шашки на голу Слушайте И вы играли Буденного Красных девалят Это же тот момент Когда к нему они приходят Он их принимает Когда они махно поймали Да 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 И он говорит Молодцы ребята 15 лет Я сыграл И его усы наклеивали Конечно А Гайдар 15 лет Уже На коне был Команер полка Да кстати А кстати С Буденного Случаем Подождите Давайте тогда Мы вот что сделаем Да Вы пока Давайте Расскажите историю Я буду солить Перчить его Итак Итак Извини что я яблоко ем Нет я наоборот Настаиваю Чтобы все ели на кухне Прошу вас Так Ну Вот теперь Да Да конечно Ну прямо так вот Короче говоря Раньше Когда были Съезды писателей Композиторов Обязательно Кто-то присутствовал Из членов правительства И Когда композиторы Собрались на свой съезд Так Почетным гостем был Михаил Семенович Буденный Вот Семен Михайлович Семен Михайлович Михаил Семенович Да Семен Михайлович Буденный Да И он значит Приходит на этот съезд Ему подводят Такой был Дмитрий Покрас был Покрас конечно Шикарный композитор Который Который Всегда выходил Садился за Рояль И пел Мы Красные Кавалеристы И Пронат Вот Им говорят Семен Михайлович Вот этот Человек Он композитор Он сочинял гимн Вашей Первой иконы Мы красным Он молодец Да Он трубачом у вас Первой иконы Молодец 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 Ты у меня служил Я тебе случай Расскажу Значит Влетаем мы в одно село Месечка Ержевская Шашки на гало Ты сам кто по националисту Он говорит Евреи Я тебе другой случай Расскажу Мы переходим На небольшую рекламную паузу У нас Владимир Винокор На кухне Не перейти Нет Владимир Винокор Вы будьте здесь А у нас сейчас Небольшая реклама Ах вот ты как Сердито Лев Вскричал В ответ ему Бекон на гриле Зашкварчал Лев и бекон Басня Дорогие друзья Смах на первом канале У нас в гостях сегодня Владимир Винокор И Гусь Гусь А он готов А он уже А он готов Можно его вам Владимир Винокор Владимир Винокор Да Прошу вас Аккуратно Осторожно На трюлышках Становится Тише Открывайте Духовочка Лешки-люшки Тетюшки Тетя Друзья Мы впервые Слышим первоначальный текст Да Этого произведения Первоначальный текст Этого произведения Слушайте А пел вы знаете кто Первый Ну Лев Валерьянкович Лев Валерьянкович Наш добрый Лев Валерьянкович Сколько уже ваша дружба 45 лет 45 лет Женами сколько не живут Давайте-ка поставим картошечку Сейчас мы прямо Поставим А вот уже вскипает А можно туда забросить Пока мы Да прямо ее можно так положить А что Она вот сейчас уже вон Уже закипает вода И мы прямо Ну картошечка такая Чтобы была прям целенькая Да Мы сделаем Знаете что сейчас она закипит Сейчас она сварится Мы туда можем набросать укропчика Выдавить туда чесночиночку Надавим Чесночиночку И Маслица сливочного Масло да И И как вы без этого А этой водой Мы помоем радиатор Кстати говоря да Можно я туда немножко Помою руки Это чтобы крахмал немножко оседал Да Я с вашего позволения Это вылез Скажите Ну пока у нас варится картошка И пока мы занимаемся Как-то таким Ну что ли Может быть что-то связанное с фруктами С фруктами мы можем сделать салат В салате фруктовый Да Ну а как вы вообще Вот вы витаминные Коктейли пьете ли Вы все-таки выглядите замечательно Спасибо за правду Потому что действительно Выгляжу я хорошо Ну Лучше чем левый левят Лучше чем левый левят Я и младше Ну Надо отдать должное Да Но все же Все же Каким-то образом Вы же следите за Есть у вас какие-то продукты Которые вы Например Которые ушли Из вашего Рациона Я вот перестал Я вот про Есть заставление Есть хлеб Очень люблю хлеб Я тоже очень люблю хлеб Я ем Знаете Или из-за трубей хлеб Да Или вот эти вот Развитие закипел Сказать раз Да Это может чуть-чуть Приоткрыть А мы сейчас приоткроем И меньше сделать Да-да-да Так Или И вот эти вот хлебцы А эти которые Такие сухарики Да-да Прекрасно Вот И считаю Что нужно исключить Сахар Из рациона Вообще Когда тебе за 40 Сказал один классик Жизнь Мне кажется бесконечной Вот И надо следить За самым главным Картошка наша варится Фруктовый салат Вы можете сейчас быстро Смастерить Что вы предлагаете Для фруктового салата Я предлагаю Конечно Клубника есть Перед вами Клубника Арбузик Арбузик Потом Ну у нас Это Мандарины Клубника Арбуз Мандарины Да Прекрасно Все Прекрасно А нет Еще у нас Яблоки от гуся Так Тогда я Ну давайте я тогда Арбузику Да Ты займись арбузом А я по мелочи Арбузик Ну что Арбузик Как бы Ой Потрясающе Мандарины Ты меня отвлекаешь Вы так мелко нарезайте Как будто мы лилипутиков Будем кормить этим Салатиком Понимаете Тютелька в тютельку Тютельку в тютельку Знаешь что такое Тютелька в тютельку Владимир Натальевич Знаю И знаю хорошо А будем мельчить Да Вот это вот тоже И туда же еще и Ну почему Чуть-чуть А давайте Все как вы скажете Вы сегодня у нас готовите Поэтому Как вы скажете Для нас большая радость Потому что вы пришли к нам Большая радость Для моей жены Потому что она первый раз Меня увидит У плиты Как вы готовите Мама будет радоваться Потому что она В прошлый раз И вспомнишь Мама давала нам рецепт Да И она будет счастлива А скажите А что Я знал Я арбуз не буду Очень мелко резать Потому что он Нет Он будет иначе Он потечет Скажите А вот мама Что самое вкусное Готовила вам в детстве Вот что у вас самое Форшмак форшированную рыбу. Это вот селедка. Форшмак, это же такое селедочное масло, такое вкуснейшее. А вы мне говорите, вы едите эти хлебцы уже. Ну, это сейчас. А раньше-то на белый хлеб-то, да? Да, да. Да форшмака положить. Ах, класс. Не, ну, детство, знаешь, как ты не застал, а мы застали, когда мы выходили с бутербродами, бутерброд с сахаром посыпаем. Да. Или бутерброд, я не знаю, там, с колбасой, с сыром. И менялись. Да, а чейч было. Это было, конечно, в школу приносили. Да. И фальпги обязательно. Это как бы... Ну, а школьные завтраки, это вообще... А что было, кстати, вот когда в школе учились на завтрак, вы помните, у нас были какие-то, у нас были не пирожки, булочки какие-то были. Мы этими булочками тоже, это была такая разменная монета. Менялись, да? Менялись, да, меняли булочки на плееры. Да. Да, на пионерские галстуки. У нас была очень серьезная школа. Ну, у нас... Экономическим уклоном. Хватало рубль, там, мама давала рубль. Ну, мне мама давала рубль раз в неделю. А папа забирал во вторник. Понимаете? Как бы такая была ситуация. Ну, а что, так, давайте я сейчас продолжу с фруктовым салатиком. Ну, а что, фруктовый салатик сейчас, слава богу... А чем зальем его, с чем нужно? Чем мы зальем салатик фруктовый? Знаете, а если учесть, что там арбуз, мне кажется, все еще когда сок этот, что там особенно-то... Мандаринчик, да, пожалуйста? Мандаринчик я вам дам с удовольствием, прошу вас. Это такое, чтобы добавить к этому такого чего-нибудь новогоднего. Сейчас, дайте-ка, я посмотрю-ка, что... Лучше на елке везели мандарины. Вот это был подарок вообще для детей особый, еще рано. Еще рано, да. Вот, и мы подходили... Самая лучшая елочная игрушка мандарин. Да, мандарин. На ниточке там или на резинке подходили, брали, это вообще было... А вы помните, когда вы выжили Дедом Морозом? Ну, наверное, ну, как вы... Я был много раз Дедом Морозом, и очень-очень тепло принимали дети. Ну, конечно, у вас красивый низкий голос, вы статный человек. Как не поверить? Как не поверить, что... Здравствуйте, дети! Вот. Вот он я, ваш Дедушка Мороз. Здравствуйте, дети! Мы работали в новогодней елке, там в колоннах, я помню, знаешь, с первого числа самые были такие елки. Ну, мы студентами были театрами. А кто в колоннный зал приходит с первого числа? Теперь что, детей привозят с утра, знаешь, под елкой лежит такая, да, сама, воробушек такой лежит, воробушек, полуздохший, знаешь, такой. И ребенок говорит, воробушек, ой, мама, воробушек, смотри, смотри, что-то с ним он умер, наверное, и говорит, ребенок, уйди отсюда, воробушек. Уйди, я плохо себя чувствую. Ну, утро... Ну, заслуженный артист России. Первый, да, да. Но при этом, при всем, смотрите, вот эти елки, это что-то в нашей стране такое, вот прям, чтобы... И по-прежнему кремлевская елка существует, даже сейчас. Повнимательнее, пожалуйста. Извините, разу богу, что я там пропустил? Ну, зеленку не отрезал. Зеленку не отрезал. И можем еще немножко меда туда, да. Медкую, очень хорошо будет. Очень будет хорошо. Шикарное, я считаю. Так, не добавят ли нам... Что нам можно добавить еще? Чеснок, наверное, смешную добавить? Чеснок нет, не очень пойдет. А вот мед вообще, конечно. И мы все замешаем вот прямо этой же ложечкой. И что еще у нас есть? Так, из фруктов, а все. А, банан. Да, кстати говоря, мы совсем забыли. Ну, одну-то штучку мы не имеем права туда порезать. Так, так. Вот. Сейчас давайте. Смотрите, как получается. А вы в детстве вот верили сами в Деда Мороза? Вот вы помните момент, когда вы поняли, что все, Дед Мороз, то оказывается... Ну, видите, в то время вообще-то нельзя было не верить. Но вот эти праздники, они, конечно, были... Ну, это не были революционные праздники. Но самый светлый праздник, конечно, был... Самый светлый праздник вот этот, новогодний был. Почему? Все дети из Советского Союза ждали, что под елкой, там, как бы сделали вату. Да-да-да. И там мешочки стояли. И будет обязательно подарок. Да. Ну, что важнее могло быть? Поверишь во что хочешь. Во что будешь? Ну, Дед Мороз, который сосед приходил или папа там... Да. ...девал... Дедушка Мороз, а где же мой подарок? Подарок, когда получаешь... Вставай, читай стихи... Да, да. А меня ставили на стол обязательно, потому что я пел. Да, вы пели всегда, Дед Мороз. На стол, да, для соседей. А Дед Мороз плакал. А Дед Мороз плакал от умиления. Плакал, да. Плакал, да. Плакал, да. Слушайте, прекрасный салон. Кстати, можно... Туда можно... Вот я сейчас рекомендую все наши... Можно давать туда... У нас просто нету, по-моему... Можно добавить мяты туда. Просто свежий мят. Мяты, да, да, да. Мяты было бы... Но чуть-чуть. Но чуть-чуть. Вот, посмотрите. И он вот сейчас в таком виде с метком. Вот сейчас арбузик, да, сок. Можно добавить ягод. Все, что угодно. И можно в... Владимир Анатольевич, на секунду вас покидает. У нас кипит картошка. Сейчас мы ее будем еще сливать. Все уже готово. Гусь жарится. Гусь жарится. Ну, а, соответственно, фруктовый салат готов. Друзья, Владимир... Небольшая пауза рекламная, после которой мы вернемся. Вы знаете, что брускета в переводе с молдавского означает... Ну, фигура у нее, конечно, не идеальная, но квартира хорошая, своя. Синичка, хоть и не жаркое, умеет кое-что другое. Синичка и банкир. Басня. Дорогие друзья, с вас на первом канале. У нас в гостях сегодня Владимир Винокурт. И мы с Владимиром Натановичем уже смастерили салатик фруктовый. Да, фруктовый, фруктовый. Гусик у нас уже подходит. Я с вашего позволения... И, кстати говоря, мы могли бы салат еще овощной сделать. Ну, вы, слушайте, знаете, вы уж нас балуете. Во время меня, да. Вы уж прямо нас балуете. Я, знаете, что я сейчас с вашего позволения картошечку-то... Готово. А вы укропчик порежьте, Владимир Натанович. Укропчик. Возьмите-ка досочку внизу. Вот она внизу, вот здесь. Да, ага. Вот здесь? Да, именно там, вот, да. И прямо укропчик попрошу вас так быстренько порезать. Вообще, конечно, лучше картошку сливать сразу перед тем, сразу перед тем, что мы сейчас будем делать. Но, поскольку у нас крышка плотная, ничего, сойдет и так. Значит, дорогие зрители, внимательно смотрите. Да, укропа, ну-ка дайте. Ну, это многовато. Знаете, давайте половину этого вот-вот. Ну, половину домой. Половину я вам дам с собой. Хорошо. Сейчас. Так, теперь делаем вот что. И чесночок. Мы берем, друзья, картошечку. Мы берем картошечку. Посолил. Но картошечку я не солил пока. Берем одну. Две. Две. Так, берем одну-две. Так, теперь выдавливаем сюда чеснок. Можете какую-то виртуоз просто. Выдавливаем сюда чеснок. Так, раз. Барсан. Теперь сразу. Ну, давайте вот так. Целую. Так. И, пожалуйста, вот это сюда вот так. И чуть-чуть. Так. Перец чуть-чуть. Вот так. И... И самое главное. Закрыть. И вот так. И вот там. А можно и вот так вот, смотрите. Шикарно. Все. И вот мы сейчас все это, все это оставляем. И это какое-то время проводит. Вот видите, плотно прилегающая крышка. Сейчас там самое волшебство сейчас вот там внутри. Владимир Владимирович, вы скажите, а где вот самые, не знаю, необычные места, в которых вам приходилось встречать новогодние праздники? Помните? Бывали же моменты, когда заставало вас? Ну, только из студенчества. Да? А так все дома? У вас прямо такая традиция домашняя? Дома, но потому что у мамы день рождения, мы всегда... Ну, мы очень весело встречаем. Мы на даче. Не в Москве, а на даче. И Ле Валерьянович часто участвует, если вот не уезжает куда-нибудь. Вот мы, елку, вот мы не любим, у нас есть традиция не рубить елку и ставить дома, а украшать ту елку, которая у нас растет. А некоторые, знаете, строят дома вокруг елки, чтобы она как бы в центре росла? Да, да, в лесу родил, и в доме она как бы выросла. Жила. Жила, да. И так получилось, что у нас есть елка, которую мы украшаем, и вокруг все происходит. И первого числа мы никогда не сидим дома, первого мы на открытой террасе накрываем, и все соседи... На улице? На улице. Все соседи, а у нас там есть вот эти... Ну, газовые фонари. Газовые фонари. Приходят соседи со всего поселка. В зимние игры. Приходит Наташка Королева с Серегой. Со своим шашлыком. С Ле Валерьяновичем, мы в одном поселке. И у вас такая прямо артистическая компания? Ну нет, приходят наши старые друзья. Мы обязательно устраиваем вот это... Целый день происходит. Это прекрасно. Я вообще считаю, что когда на морозе, очень вкусно есть. Ну, если честно, вот эти посиделки именно 1 января, они еще лучше, чем ночной. Знаешь, обязаловка, телевизор, потом нервничают жены. Моя говорит, ну отстаньте от этого телевизора, увидишь себя в повторе там в огоньке. И Лева говорит, ну чуть-чуть, подождите, вот сейчас я после Баскова, я буду петь. Нет, они меня поменят. Значит, я буду после Меладзе. Да, и вот. И, короче, вечер пыток. Знаешь, все ходят. Почему я тысячу раз видел, как вы пародируете лещенка, и не могу все успокоиться. Ну чудо, понимаешь, Ваня, ты просто не знаешь, что ты можешь, потому что ты как-то совещаешь, и люди слушают ее. Потому что юмор, понимаешь, разный бывает, там, Винокур, там, КВН, ургант. Я от него балдею. Я вот этот вечерний ургант, Вова, я не сплю, где в моем возрасте надо спать. Все, все, все. Владимир Анатольевич, давайте мы Льва Валерьяновичу поздравим с новогодними праздниками. Кстати говоря, Левик, привет, только рождение. А поете, поете вы какие-нибудь песни на улице? Обязательно, из репертуара. Льва лещенка, да, потому что другие он отказывается петь. Нет, нет, мы действительно поем все, что есть на свете, потому что у нас такой караоке без... Вы же поющая компания, вам не нужны никакой караоке, вы помните, знаете все песни. Все, что было на свете, начиная... Только тихо. А вы на зло, а вы на гнету. Иテозант тихо. Моя жена вся... Когда французы седут, моя жена говорит, ну спорим, спорим. И я встаю, мы уже выпили. А вы им говорите, это вам за 1812 год. Можем спеть, пожалуйста, если сидят англичане. Вы прям знаете, они тоже встают? Я служил, да, и у них тоже. И я был, я же служил в ансамбле песни-пляски военном, и мы же ездили, когда послали. И когда вы приезжали, вы пели гимн. И первое, мы пели гимн. И поэтому даже я знаю, союз, не рушим. А приятно, скажите, когда, нам было бы приятно, если бы наш гимн, я бы услышал, как наш гимн поет представитель другой. Ален де Лон. Вошел, Ваня, а давай я спою сейчас. Россия. Пахнет гусем. Он нормальный, конечно. Дорогие друзья, поджарился гусь. Запах, вот вы, конечно, передать это невозможно. Вот, вот. Запах, огонь. Сейчас мы его... Сумасшедший гусь. Гусь сумасшедший, да. Ну, во-первых, почему сумасшедший? Потому что это единственный гусь, который... Когда мы пришли на... Когда мы пришли в гусятник, мы... Он к нам пошел. Он пошел к нам. Мы сказали, мы бы хотели зажать гуся. И один сказал, я с удовольствием готов. Мы решили, что он сумасшедший. Ну, во всяком случае, говорящий гусь, это вообще редкость. Говорящий гусь, это вообще редкость. Так, подождите-ка, подождите-ка, подождите-ка. Да. Сейчас мы его будем перекладывать. Слушай, ну, надо сказать, гусь... Чем отличается гусь от огромного количества других жареных птиц? Он, конечно, жирный. Ну, я сейчас, секунду, задержу твое внимание. Я посмотрел на гуся и вспомнил. Был такой конференции, ну, в свое время, известный очень. Он, ну, еще в те годы, в 40-е. И он вышел на сцену. Он такой интеллигентный был в конференции. И он говорит, здравствуйте, товарищи. И сказал, гусь у меня не товарищи. Он говорит, тогда я улетаю. Видите, как красиво. Ну, это, конечно, умные люди, интеллигенты. Подождите, сейчас я слышал тоже этот приказ. Друзья, так вот, мы, у нас на кухне дружат и гуси, и свиньи. Да, да, да. Друзья, с вашего позволения, я бы хотел рассказать, как мы это готовили. Мы взяли гуся, начинили его яблоками, порезанные на четыре части. Курага. Чернослив. Чернослив. Чеснок. Прямо целыми зубчиками. И мед туда влили. Закрыли зубочистками. В духовку обмазали перцем с солью, и в духовочке это три часа. Это может стоять и побольше. Владимир Анатольевич, так, ну что же. Ну что же, ну что же. Ммм. Гусь-то. Да. Ммм. А если яблочком сверху и картошечкой, мы, дорогие наши друзья, оказываемся тоже немножечко на зимней террасе вашего дома. Да. И смотрим, как вы отмечаете Новый год. Вот, вон смотри. Лев Валерьянович в снежки играет. Наташка Королева. Вот Наташка Королева. С Мишуром. С Серегой. Лужком. Вон тарзан ходит на голове. Моя мама ей всего 91 год. Вот давайте поздравим маму Владимира Анатольевича. 91 год. Здоровья вашей маме. Здоровья вашей маме. Здоровья вашей семье. Владимир Анатольевич, просто попробовать воздать должное фруктовому салду. Здесь уже пошел сок чуть-чуть. Пошел сок немножечко. Это же, мы же туда добавили мед. Мы добавили туда мед. Вот это, друзья, я всем хотел бы напомнить нашим зрителям, что мы пробуем здоровье. Здоровье вам. Это здоровье. А лучше ложкой, ложкой лучше. Возьми ложку. Владимир Анатольевич, вы берите ложку, а я пошел вам за подарком. Кстати говоря, жена там спрашивала, говорит, если что. Для вашей семьи от нашего спонсора. Корзина душистого ароматного цилонского чая-бар. Не истекаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. То, чего у вас и так вполне. Спасибо большое. Праздниками. Так, друзья, Владимир Винокур сегодня с Макей Владимировичем. Спасибо огромное. Спасибо вам. Я с вами, вот просто на одну секундочку, сейчас попрощаюсь с адритами, вернусь к вам. Ну, что сказать. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. И вы узнаете, что чабата в переводе с эврита означает день, когда никто не работает.